здравствуйте уважаемые ученики седьмых классов мы продолжаем изучать историю россии 16-18 столетия история россии в седьмом классе тема занятия 52 звучит так экономика россии в семнадцатом веке и так каковы же черты каковы и характеристики экономического развития россии в указанном столетии начнем с развития сельского хозяйства здесь как раз происходит окончательное закрепчение крестьян основу средневековой экономики страны по-прежнему составляла сельское хозяйство мы поэтому с него и начинаем возрождение экономической жизни после смутного времени заняло довольно таки продолжительный период и хозяйственная разруха была преодолена только к середине 17 века 1640 годам земледельцы распахали угодья заброшенные в годы смуты а также начали осваивать новые пашенные земли к югу белгорода среднем по волчье а также на севере в районе вологды а также в сибири в регионах с высоким природным плодородием плодородием земель стали выращивать зерно не только для внутреннего потребления но и на продажу помещики и ватчинники сразу оценили выгоду от сбыта зерна и стали увеличивать барщину урожай который крестьяне собирали с барской пашни целиком шел в амбар из милодельца продав зерно в городе помещик или ватчинник на выученные деньги мог купить товары городских ремесленников или же товары иноземных мастеров которые нередко превосходили по качеству местные изделия с увеличением барщины крестьяне все меньше занимались личным хозяйством земледельцы роптали пытались избежать малозаселенные но черноземные земли юга греукуруска орла белгорода шло сооружение оборонительных засечных черт для защиты от крымских набегов и жить становилось менее опасно помещики и ватчинники искали у власти защиты требовали более прочного прикрепления крестьян к земле и это со временем и произошло правительство михаила романова пошло им навстречу увеличив срок сыска беглых отмена урочных лет 1649 году сыном михаила царем алексеем означало бессрочный сыск беглых и прикрепление крестьян к земле в россии окончательно утвердилась крепостное право помимо сельского хозяйства получил дальнейшее развитие ремесло промыслы а также специализация районов рост сыскохозяйственного производства в отдельных районах позволил жителям различных земель заниматься ремеслом в расчете на продажу своей продукции в стране появлялись новые виды промыслов например гжель в подмосковье жители нескольких окрестных сел из местной глины стали делать керамическую цветную посуду оказавшуюся очень востребованной на рынке близ города вятки слободе дымково наладили производство детских игрушек свистулек из глины в виде конейка козочек птичек и других животных их красили в разные яркие цвета и также спрос на детскую игрушку был значительный в районах не чемноземья рубили лес плотники делали из него заготовки для избах бань а также сараев в других хозяйственных строений и все это везли также на продажу первоклассные плотники жили в поморье на побережье белого моря и по берегам северной двины там же строили солеварни и добывали соль многие сула стали специализироваться на выделке кож на выращивание льна и других непродовольственных культур в городах ремесленники работали не только на заказ но и производили товары на продажу если на них был повышенный спрос в новгороде пскове смоленске кострами и волок где ткали полотно изделия из кожи делали в ярославле казани нижнем новгороде а также калуге псковичи и новгородцы издавна владели искусством обработки песчаника и с успехом применяли его в строительстве семнадцатом веке ремесленными центрами являлись новгород псков великий устюг нижний новгород казань и именно в этих центрах появляются первые мануфактуры но больше всего и месленников трудилась в москве в москве жили мастера разных профессий действовал пушечный двор золотая и серебряная палаты производили украшения драгоценную посуду оклады для книг на хамовном дворе изготавливали текстильную продукцию в чехвинском посаде под тулой и серпуховом в устюге железном появились первые железоделательные мануфактуры в отличие от мелких ремесленных мастерских это были крупные производства основанные на разделении ручного труда и использование ручной техники в середине семнадцатого столетия в западной европе наблюдался бурный подъем мануфактурного производства в россии пока не было большого спроса на мануфактурную продукцию но несмотря на развитие промыслов ремесла ремесел и хозяйственную специализацию района в стране господствовала натуральное хозяйство потенциальных покупателей было немного не хватало свободных капиталов и рабочих рук но государь желал вооружить свое войско не хуже европейских армий это и стало стимулом к созданию железоделательных и оружейных мануфактур они производили порох пушки ядра пищали различные металлические предметы государство силу недостатка средств привлекала к созданию мануфактуры иностранных купцов давала им жалованные грамоты на привилегии и льготы взамен государство ждало поступления оружия иных товаров по выгодным для казны ценам и в оговоренных количествах излишки товаров мануфактуристы могли продавать на внутреннем и внешнем рынках царь в любой момент мог отозвать жалованную грамоту и взять мануфактуру или передать ее другому другому лицу первыми мануфактурами в россии были три тульских железоделательных завода голландца андреа виниуса и его компаньонов и начинается эти его железоделательные заводы строится в 1632 году с помощью водяных колес на запряженных запруженных реках дробили руду из нее производили металл и делали пушки ядра прочее оружие а также различные предметы крестьянского быта скобляные изделия замки и гвозди и так далее железо для кровли продукция тульских заводов была несравненно дешевле тех товаров которые привозили например из швеции концу 17 века появились частные купеческие и боярские мануфактуры они производили и поставляли на рынке ткани скобяные изделия и другие товары число мануфактуру россии достигло на это время 30 на мануфактурах 17 века применялся больно наемный труд однако недостаток свободных рабочих рук и господство натурального хозяйства сдерживала рост мануфактурного производства в россии разбивается бурная внутренняя торговля и формируется всероссийский рынок успехи в хозяйственной деятельности в ремесле промыслах мануфактурном производстве способствовали развитию внутренней торговли в городах появились лавки торговавшие круглый год крупных городах например в москве лавки объединялись специализированные ряды в свином ряду можно было купить мясо в дровяном топлива в хлебном мучную продукцию мелкие торговцы разносики называемые коробейниками из-за сумки короба доставляли сельским жителям ремесленные изделия а в город несли промысловые товары и сырье крупная оптовая торговля велась через ярмарки раз в год на них съезжали скупцы из разных районов страны они привозили отечественные и зарубежные товары ремесленные изделия ткани вина серебро ювелирные украшения восточные ковры шелка фрукты сама известная из ярмарок 17 столетия проходила в селе макарьеве под нижним новгородом большое значение имели также астрахангельская астраханская ирбитская в западной сибири свенская под брянском ярмарке развитию торговли защите отечественного купечества способствовала торговые уставы царя алексея михайловича торговый устав 1653 года установил для русских купцов единую пошлину то есть денежный сбор в 5 процентов а для иностранных 6 процентов в архангельске и вовсе 4 процента но вот торговый устав 1667 года разработанный и принятый по инициативе боярина ордын насчёкина запретили иностранцам торговать в розницу то есть поштучно и совершать сделки в россии между собой напрямую без русского посредника благодаря развитию товарно-денежных отношений хозяйственной специализации районов росту внутренней и внешней торговли начал формироваться всероссийский рынок хозяйство россии стало превращаться в единую экономическую систему элементы которой нуждались друг в друге торговля объединяла различные районы страны держала единство территории лучше всякой царской грозы наверное не случайно один из самых успешных монархов 17 века алексей михайлович вошел в историю с просьб с прозвием тишайший внешняя торговля также бурно развивается вывоз товаров из россии в семнадцатом веке значительно превышал их ввоз и так россия вывозила за границу меха пеньку материал для изготовления корабельных канатов ворвань то есть тюлений и моржовый жир для пропитки парусины смолы мачтовый лес потаж применялся для производства мыла пигментов стекла и так далее добыча ценных мехов центральной части россии в семнадцатом веке сократилась на продажу шел мех который вывезенный из северных окраин и сибири в семнадцатом веке россия продавала зерно лишь некоторым странам например правительство решало помочь зерном голландии дании или швеции так как в годы тридцатилетней войны 1618 1648 годы западной европе случались частые не урожаи основными торговыми партнерами российского государства являлись англия и голландия эти страны закупали сырье которое шло на кораблестроение и меха закупали считавшиеся в европе предметом роскоши из западной европы в россию поступали сукно различные ремесленные изделия порох оружие вина предметы роскоши серебро русские деньги чеканились из западноевропейской монеты так называемых ефимков будущих долларов как таллера мы их называли так как россия не имела своих разработанных месторождений серебра переливали ефимки из восточных стран везли шоу ковры и драгоценности пряности и фрукты спасибо за внимание на следующем занятии в видео уроке 53 мы с вами изучим тему роль земских соборов первой половине 17 века до свидания субтитры делал DimaTorzok